Приветствую вас, дорогие друзья, в игрушке The Suicide of Rachel Foster. Самый канал Alex Play, мы продолжаем играть. Это вторая серия, и нам нужно будет добыть себе покушать. Потому что это второй день, я проснулась, проголодалась. В общем, будем искать себе пропитание. Кто не знает, в чём дело, я приехал в гостиницу, чтобы удостовериться, что тут всё нормально. Ведь мы готовим её к продаже. Но, к моему несчастью, я попал в Буран. Ну, точнее, сейчас Пурга. И мне нельзя выходить на улицу, так как я могу застрять. Меня могут, может, замести снегом, я просто погибну. И спасатели не приют мне спасать, так как они тоже в такую непогоду не выезжают. Они просто не проедут. Мне придётся уже ждать на улицу, ждать на улице, пока метель не стихнет. Только тогда они, возможно, выйдут. А, быть может, сразу меня не найдут. Поэтому не будем мы выходить на улицу. Ну его нафиг. Давайте пойдём на кухню. Найдём кухню, перекусим. И дальше уже будем действовать по обстоятельствам. Это... А, ну вот же кухня. Отлично. Мы уже почти что здесь. Я могу вам показать. Список дела. Вышти иду в зоне кухни. Окей. Я уже прям сразу нашёл кухню. Николь? Николь? Ирвин, эм, когда последний раз кто-то осматривал припасы в кладовой? Осматривал? Хочешь сказать, пополнял? Я просто хочу понять, что выбрать, голод или пищевое отравление. Там должно быть полно еды. Ой, не волнуйся. Из-за мышей и тараканов в этом плане... Я скорее подумала о плесени, бактериях и прочем. Вот видишь, беспокоиться не о чем. Просто промолчать? Можно было продолжить разговор. Надо было продолжить разговор. Больше не буду молчать. Окей. Так. Боже мой. Боже мой. Тут не так давно кушал, наверное, да? Вышти иду в зоне кухни. Окей. Найти себе пропитание. Что я могу здесь найти? Нужен какой-то холодильник, наверное, да? Вот она, зона кухни. Окей. Туда мы не выходим. Ага. Морозильная камера. Тут по-любому что-то должно быть. Какие-то консервы. Ну вот же бобы. Поднять. Что такое? В смысле? В смысле меня закрыли? Какого черта? Блин. Вот это, мне кажется, самое страшное. Эй. Ты шутишь? Прикинь. Как я выберусь отсюда? Я просто замерзну. Замерзну здесь живой. Да вы издеваетесь. Боже мой. Замечательно просто. Охренеть. Нафиг выходим. Какого нахрит черта? О, чуть не забыла. С дверью холодильника надо быть поосторожней. Стриди, чтобы она не захлопнулась. Что ты прикалываешься? Нет, стоп. Что? Я сказал? Лучше бы ты сказал мне об одном. До того, как заперлась дверь. Обалдеть. Вот я дурак. Да. Я бы там померла. Я бы могла помереть там. Придурок. Херостя. Это было опасно. Это было опасно. Я думал, кто-то закрыл. Она, возможно, сама закрылась. Нет, туда я явно больше не пойду. Вот это было жестко. Еды тут вообще нету. Так, а что теперь? В микроволновке можно разогреть бобы. Хорошо. Микроволновка. Видите здесь микроволновку? Это же кухня. Для всех жителей. Тут должно быть полно микроволновок. Лучше бы я вот сюда зашла, да? Это холодильник или что это? Какой-то это просто холодильник. Тут бы я точно не замерзла. В холодильнике сколько? Градусов 5. Жить можно. Но, по крайней мере, не сразу бы я замерзла. А, вот микроволновая печь. Ну-ка. О, боже мой, я испугался. Блин, ребятки, представляете, такую ситуацию? Вы попали бы в морозильную камеру. Где, не знаю, на минус 20-25. Тесное пространство. Вы бы там долго не продержались. Сейчас просто подождать, да, надо? Давайте дойдем до конца коридора. Там горит лампочка. Мне просто интересно посмотреть, почему ее не выключили. Это олень дерутся. Странно. О, женский туалет. Прикольно. Крест? Какого черта в туалете делает крест? Ты шутишь, что ли? Это очень странно. Что, какая-то потайная комната есть, нет? А это мужская уже комната. Пик? Ребят, это кровь, что ли? Это кровь? Ты, ты серьезно? Пик, свинья. Твою мать, что тут произошло? Или это, это краска, твою мать, это краска. О, боже мой, нет, все нормально. Это просто краска. И дверь никто не захлопывал. Прямо создается такое впечатление, как будто бы кто-то кого-то убил. Да, это просто краска. Твою мать, я уже испугался. Думаю, убили кого-то. Там уже по-любому бобы согрелись. Надо вернуться назад. И уже покушать нормально. Да-да-да, все, согрелось. Идем, идем. Кто-то слышал ее? Ммм, ням-ням-ням. Вкусняшка. Там бобов даже нет, что она зачерпнула? Хоть бы сделали визуализацию. Смотрите, ну пустая ложка просто. Странно. Это я все как бы съела. Но могли бы какие-то бобы сделать? Ага. Простите, что прерываю твой континентальный завтрак. Я связался. Да, вон пора, когда его ждать. Кто-то приедет. Он старался добраться до тебя, его машина угодила в кювет. О, да ладно. Он набрал 911. Если я не возражаешь, я запрусь у себя в комнате и буду рыдать. С трудом могу это представить. Он просил передать тебе сообщение. Вот, он говорит. Ммм. Так, тут он просто матерится. Это тебе слушать не обязательно. Вот, Николь, сейчас тебе лучше начать осмотр гостиницы самой. Оцени общее состояние. Обязательно отметьте все, что ты хотела бы оставить тебе. Рекомендую начать со второго этажа. Пожалуйста, звони мне только, если у тебя будут хорошие новости. Ну да, плохие новости не охота слышать. Так, это еще какая-то кладовая. Тут есть винишко, но я не пью. Водички бы не помешало мне. Так, значит, осмотр Ирвина предлагает осмотреть дом и начать лучше со второго этажа. Хорошо. Начнем. Ну, тут можно с разных углов, в принципе, добраться до второго этажа. Куда бы ты ни пошел, если ты найдешь на второй этаж. Так, вот отсюда, я так полагаю, да? Мы перекусили, мы сыты, и теперь можно посмотреть, что тут вообще происходит. Так, это для техничек комната, да? Ну, какая-то маленькая. Ну, тут просто швабра и все такое, понятно. Тут все ясно. Фонарик бы мне не помешал. Угу, комната 108. Сокрыто. Я точно на втором этаже? Осмотреть второй этаж. Ну, себя мне делать, наверное, нечего. Я думаю, да? Чего я могу себя найти? Я тут уже не раз была. Может, камеру взять? Полароид. Прикольно. Так, ладно. Все-таки нам надо выйти из комнаты. И начать уже осмотр. Журналы. Окей. Так, 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 так. Комната 102. А, подожди, мы тут были, да? Мы заходили в ванную. Это точно второй этаж? Что конкретно мне до... Смотрите, я так и не знаю. 109. Так, это я где? Что такое? Это я хожу? Вы слышите? Кто-то ходит. Тут кто-то ходит, ребят. Слышали? Это тоже? Кто-то на третьем этаже ходил. Снимок. Ребят, тут кто-то ходил на третьем этаже, как будто бы сверху. Боже мой, смотрите, как круто. Вау. Фига себе. 113. Кто-то ходил на третьем этаже. Блин, давайте на третий поднимемся. Плесень. Плесень? Нет, и водопровод поврежден. Да. Так, все-таки, наверное, этот надо осматривать, да? Что такое? А вот окно одно есть. Виды красивые, да, на горы? Просто потрясные виды. Я бы, наверное, вылез сейчас из окна и посидел бы на улице немножко. Так, а вот такой комнате я не была. Туалет. Книга какая-то. Мне кажется, тут, ребят, есть. Тут кто-то должен быть. Мне кажется, как будто бы один житель не... не выселился, а все еще здесь живет. Что такое? Вы слышали? Это что такое? Что это такое было? Телевизор, что ли, включился? Слушай, подожди. Запечатанная дверь. Там что такое? Я так знал, что мы туда пойдем. Я здесь. Коридор на втором этаже не доступен. Дверь, ведущая к депутому крылу заперта. Твой отец затеял ремонт, но не смог получить банки кредит. Чердак Леонардо в конце коридора. Его берлога. Это для тебя что-то значит? Я сто лет пыталась забыть эту комнату. В общем, западное крыло без окон. Алло, ты еще здесь? У тебя всегда на все есть ответ. А что ты хочешь сказать? Ты знаешь слишком много. Расскажи мне правду. Ты чего не хочешь мне рассказать? Что ты от меня скрываешь? Я понимаю, Николь. Ты знаешь, как включить котел, знаешь, где хранится еда, знаешь, что у холодильника дверь не в порядке, на историю моей семьи и этой гостиницы за доставку припасов в изоляционные места вроде Тимберленда отвечает агентство. С тех пор я начал работать. А что-то не так? Откуда мне это было знать? Откуда мне это было знать, а? Я не знаю. Не знаю, тебе известно или нет. Да какая разница? Никакой. Прости, если тебя огорчил. Меня невозможно огорчить. Я лучше продолжу осмотр. Так, я сюда не могу попасть? Блин, что такое? Шумы какие-то, постоянно шумы тут. Телефон? Серьезно? Телефон звонит? Ну-ка. Алло? Это Николь, дочь Леонарда. Кто это? Послушай, мне... Продавай гостиницу. Не поняла. Кто ты? Кто такой? Ричел, еще здесь... Не продавай гостиницу. Это шутка? Это кто? Только не делай глупостей. Ты заплачешь за эту тупую шутку. У меня в руках телефон сотовый. Со мной федеральный агент. И если потребуется, он вызовет шерифа. Не продавать. Он сказал... Это маньяк какой-то, что ли? Это как в Dead by Dale от маньяк, ребятки. Боже мой. Это наша тематика, ребят. А мы выжившие, единственные. Нам нужно через люк сбежать. Да я шучу, шучу. Я хочу туда попробовать. Нужно как-то цепь сломать. Давай посмотрим задание. Список дел вообще не знаю. Надо, наверное, позвонить все-таки. Да-да. Ты на месте? А, ты на месте стертишься? Больше нет. У меня сейчас другая проблема. А мне сейчас некогда передавать воспоминания о прошлом вместе с тобой. Только что позвонил мне кто-то в гостиницу. Что? Кто? Без понятия. Тайный поклонник? Без понятия. А, связь была плохая. А что тебе сказали? Мне сказали, Рэйчел, желание продавать гостиницу. Придурок. Еще одна вещь никак не укладывается мне в голове. Телефон включен. Леонард несколько месяцев не платил по счетчику. Я прошу кому-нибудь провести проверку. Не знал, что ты федеральный агент по специальным ситуациям. В этих краях время течет иначе. Некоторые истории, которые кажутся забавными, на самом деле просто оседают на время. Как тайные листья чаши? Суть какая. Что ты хочешь сказать? Звучит жутковато. Смерть той девушки, Рэйчел, стала итогом цепочки очень неприятных и тяжелых событий. И, видимо, кто-то этой историей одержим. Ты говоришь о каком-то конкретном? Ее смерть уничтожила две семьи, которые все вокруг боготворили. Твою и Рэйчел. Твой отец, маг Град, гениальный астрофизик и отец Рэйчел, преподобный Фостер, которого знал и уважал весь округ. Такое-то, вряд ли, забудут. Знаешь, что я думаю? Пошли. Оно все куда подальше. Все мне достало. Я знаю, что мы прошли. Какой-то, подожди, преподобный... Ее отец был каким-то священником? Я не понял. Уже третий день. Так, ну быстро, ладно, мы продолжим обязательно прямо сейчас. Так, третий день. Уехать я пока что не могу. Ну, две ночи я, в принципе, пережила. Эй, дорогуша. Папочка? Николь, это Ирвин. О, прости. Я уже салит и не спала. В те, вовах, наверное, было какое-то снотворное. Но с тех пор я как сюда приехал, я чувствую себя как медведь в зимней спечке. Вчера у тебя был тяжелый день. Кажется, я им приснулся сон. И о чем он? Мой папа. Леонард. Мой папа. Хорошо, но сейчас мне нужно успокоиться. Борь повредила линии электропередач по всей округе, проблемы с энергией. Почему меня это не удивляет? Интересно, почему меня это не удивляет? Света нету. А генератор, может, накрылся. Мне не хотелось, чтобы ты осталась одна в кромешной тьме. Мои знания по электрике слегка ограничены. Все в порядке, я объясню себе, как добраться до аварийного генератора. Если включишь его, у тебя будет свет. В чем подвох? Слишком просто, в чем подвох? Добраться до выключенного... Можно, например, путешествиями. Боковая дверь гаража или еще где-то там. Боковая дверь гаража заклинула. Тебе придется спрятаться через лаз по всему зданию и спуститься вниз с твоего этажа. Если отключишь электричество, ты окажешься в полной темноте. Хорошо, что мне нужно делать? Загляни в шкаф в комнате отца. Может, он оставил что-то, что ты сможешь использовать? Уже иду. А, фонарик, там был фонарик. Точно. Что-то тут прям темно так. Зачем мне почему-то тут пошло? Так, Ирин сказал, что мне нужно попасть в лаз через служебное помещение на первом этаже. Привет. Так, я почти на месте. Кажется, свет начинает гаснуть. Тем же, что действует быстро. На одном этаже своей комнаты в служебном помещении должен быть небольшой чела. Но твой отец несколько раз спросил нас починить замок. Скрестим пальцы, что он еще сломан. Лаз, я совсем забыл о нем. Помнишь, куда идти? Нет, но помню, что панели было очень сложно открывать. Мне не раз запрещали ходить. Что случилось, когда я доберусь туда? Тебе придется спуститься с... ...кореспределительным. Вроде ничего сложного. Пожалуйста, поторопись. Ааа... Мне бы сейчас фонарик не помешал. Капец. Ну, страшно тут. Может, у меня есть какой-то фонарик? Так, давай посмотрим. Через служебное помещение на первом этаже. Нам надо на первый этаж. Хорошо. Хорошо, пойдем на первый этаж. Темновато, темновато тут сейчас. Жуть какая-то. Помните, мы видели фонарик? Было бы здорово сейчас его взять. Так, хорошо. Давайте попробуем через другую. Я думаю, тут фонарик все-таки мы не возьмем. Запутаться можно. Просто заблудиться. Жмать. Звуков слишком много страшных. Лампочка лопнет. Еще что-нибудь случится. Так, вот все закрыто, да? Ладно, спускаемся на первый этаж уже. Нахрен этот фонарик. Без него справимся. А, ну да, служебное помещение. Там лаз какой-то будет. Там, я думаю, мы фонарик и возьмем. Так, ну я на первом этаже. Я что-то спустилась, да? Ну-ка, если по коридору пройдем. Там кухня, да? Боже мой, кто-то ходит. Реально кто-то уже ходит. Так, а тут я не был. Или это каминный, или я здесь был. Просто я не заметил. Рога оленя. Где мне этот гребеный лаз найти? На, ну вот. Наверное, где-то здесь. Так, там гараж. Тут закрыто на замок. Ладно. Вот мы сейчас на первом этаже, я так полагаю, да? Служебное помещение. Нет, все правильно делаю. Можем еще ниже спуститься. Капец. Типа есть лаз, что ли? Так, ну в церкви мне делать нечего. Давай еще раз посмотрим. Так, Юрин сказал, что мне нужно попасть в лаз через служебное помещение на первом этаже. Так, это не здесь. Это, 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 это не здесь. Тут жутко прям. Такие звуки. Боже мой, страшно очень. Тут мыши, я слышу печат мыши. Как на это фигня. Я нагнуться не могу. Наверное, тут должно быть служебное помещение, я так полагаю. Вот оно, вот оно, да? Верстак. Тут свет уже есть. А, ну вот электричество. Что-то надо сделать. А что-то нажать. Слушай, ну мне кажется, я на правильном пути. А, ну вот, наверное, выход. Серьезно? Так. А, ну вот здесь все-таки... Да, 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 все правильно, боже мой. А нет. Мне кажется, нам сюда... Так, ладно. Да, мы попасть не можем. Фух, ребята, ладно, я пришел в свою комнату. Тут, оказывается, нужно было взять вот этот полароид. Да? Или нет? По идее, мы должны его взять. Ирин сказал, что мне нужно попасть в лаз через служебное помещение на первом этаже. Полароид, по идее, мне в этом деле должен помочь. Хотя, слушай, свет, ну, свет же включили, мы, в принципе, без него справились. Или что? А, ну да, электричество-то включилось. То есть, нам, по идее, полароид не нужен. Так. Так, так, так. Слушай, ну, полароид мне не нужен. В принципе, тут довольно-таки светло, не знаю, в чем дело. А, боже мой. Блин, вот моя комната, это кухня. Выходим отсюда. Нам нужно на второй этаж. Рядом с камином. Будет служебное помещение. Помните, мы там фонарик находили? Я туда сейчас. Сейчас пробуем найти это. Пускаемся вниз. Так, 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 так. Нам нужно до камина добраться. И тогда. Дальше я. Дальше я уже разберусь, пойму. Так, ну это не то, это. Это зал. Ну-ка, может быть, это то? Я так полагал, где-то здесь. Пойдем по коридору. Мы находили, мы видели уже этот. Почему нельзя? Ну, сразу понятно, что нам нафиг не нужен был фонарик, а сейчас нужен. Вот туалет очень страшный. Нафиг это туалет. Давайте через кухню пройдем. Жутковато. Вот он, камин. Да-да-да-да-да-да, ребят, все. Мы сейчас рядом с камином. Тут должно быть служебное помещение. Мы уже тут были. Спускались. Сейчас найдем. Мы где-то рядом уже. Да, я тут проходил. Ну-ка, вот здесь же, вот же. О, нет, я тут не был. Я тут не был. Тут и вообще игровые автоматы. Это же запрещено. Это мини-бар такой, прикольно. Мини-бар. Можно в игровые автоматы поиграть. Очень круто. Дартс. Слушай, ну классно, классно. Можно расслабиться, посидеть. Прикольно сделали. Прям все для гостей. В дарте я бы поиграл. Классно. Так, ладно. О, это место, да? Вот здесь. Вот, ребятки, наша гостиница. Вот здесь расположена. Видите, такая маленькая гостиница. И горы. Вот они, горы снежные. И просто вообще ничего рядом нету. Просто ничего. Ё-моё, это жестко. А в этой гостинице, возможно, останавливаются очень часто альпинисты, я думаю, да? Те, кто покоряет горы и все такое, на лыжах катаются. Это просто идеальная гостиница для них. Так, вот мы рядом с камином. Какие-то стеллажи. Ну-ка. А, я нашел! О, подожди, нам фонарик не обязательно, что ли? Слушай, ну вот я здесь. Ничего себе, это и есть лаз? По идее, мне фонарик не обязательно брать. Хорошо, идем. Идем наверх. Ё-моё, смотрите. Рисунок кто-то здесь нарисовал. Какой-то большой человек мужского пола в шляпе. У него воротничок, это священник, значит. Видите, белый воротничок? Обычно священники такие носят. И вот он взял девочку за руку, а мальчик это все видел, и он грустил. Не знаю, он, видимо, не доверял этому дяде. Плохой дядя. Ну да, крестик, церковь. Да, это священник. Вот он, воротничок. Он прям выделен, вот этот. Черная девочка. Это замазанный мальчик. Прям грустил. Не знаю, почему он грустил. А я могу это тоже выдавить. А, ну вот, с двух сторон можно... Нифига себе, тут много потайных дверь, по идее. Видите, я это все сейчас выбью. Мне будет проще, как бы, обходить это все дело. По идее, вот здесь, вот здесь я должна была выползти. Да? Вот он, полароид. Я вот это... Охренеть, я вернул свою комнату. Видите, это моя комната. Вот он, полароид. И зачем я здесь, интересно? Так, мне-то ничего не надо. Хорошо, выходим. Сейчас, где? Ничего себе, тут сколько лазов. Так, но мне пока что нет смысла выходить отсюда. Этот лаз должен еще куда-то везти, я думаю. Так, красные провода. Это очень интересно. Рубильник, может, какой-то включить. Хорошо, пойдем по красным проводам. Проводом. Набросок какой-то. Тут кто-то ходит. Так, вот провод. Там кто-то есть. Боже мой, тут кто-то есть, ребята. Неужели секретик нашел? Она тут еще пошарится. Так, это я прям не знал. Чашка. Так, рядом с кухней, да? Все это дело. Я не сказал, что мне нужно попасть в лаз через служебное помещение на первом этаже. Ну вот. Так, все верно. Надо от камина отталкиваться. Нашли камин, значит, вы на правильном пути. Так, сюда не надо. Камин теперь в другую сторону. Давайте пойдем. Где-то тут должно быть гребанное служебное помещение. Мы видели, там был фонарик. Но взять мы его не могли. Вот сейчас мне нужно найти это место. Так. Тут туалет сразу. Ага-га. Так, может быть это... Может тут два камина есть? А, так, ребят, мне кажется, нам надо выше. Нам надо выше. Нам надо в музее. Что такое? Что такое? Надо повыше подняться. Капец, запутаться можно. Попробуем сейчас подняться немножко повыше. Или, подожди, может быть, пройдем в ту сторону? Вот это где мы сейчас? Дринк-рум. Сейчас посмотрим. Дринк-рум. Так. Если вниз пойдем. Где гребанное музей? Ну-ка, может быть выше? Да, нам надо повыше. Нам надо повыше. Вот мы сейчас... Дринк-рум. Все, я понял. Я понял. Да, все то же самое. Только нам надо вот на этом этаже быть. Все, ребят, я знаю. Я знаю, куда надо идти. Все нормально. Так. Вот. Сейчас на правильном пути. Так, вниз там не надо... О, тут тихо. Боже мой. Фонарик. Вот фонарик. Отлично. Все, взял. Нажмите один, чтобы использовать. А, чтобы заряжать. Все, я понял. Можем светить. Вот, если что, ребят. О чем я вам говорил. Вот он, камин. Я про этот говорил, камин. Вот его нам нужно было. Вот этот, где музей. Слушай, прикольно. Прямо ощущение. Помните такие... Такие есть... Фонарики, которые заряжаются. Да? Ты нажимаешь на них. Они как эспандер. Они заряжаются. Смотрите. А... Снегопад сильный, но ветра не так много. И тут можно пройти. Я нашла ласса. Еще динамо фонарь. Знаешь, как им пользоваться? Кажется, мне просто нужно нажимать на эту штуку постоянно. Все в порядке? А... Клаустрофобия. А в детстве я ползала по тоннелям, как мышка. Но сейчас этот ласс кажется таким узким. Может, ты просто поправилась? Это называется расти. Придорок. Так, ну ладно. Вот он ласс. Да, ребят. Зато мы нашли еще один секретик. Это хорошо. Залазим. Что такое? Это еще один ласс. Дерьмо. Свет пропал. Я в кромешной тьме. Помощь сейчас была бы кстати. Хорошо, главное не волнуйся. Ты видишь, что над головой связку кабелей обычно прокладываются вдоль? Да, я знаю, что такое связка. А, ладно, ладно, хорошо. Тише. Дальше будешь... Просто иди по проводам, и они придут тебя к генератору. Больше никуда не сворачивай, иначе не знаешь, куда забредешь. Прекрасно. Есть фонарик, что-то вроде того. В общем, я справлюсь. Так, а че? Че? Хорошо. Что будет дальше? Давайте тут пройдемся. Неинтересно. Можно сразу посмотреть, откуда мы выйдем. Так будем часто ходить? Ну-ка. И где я выйду? Так, интересно. Зеленые коридоры. Там где плесень, да? Так, ну понятно. Чтобы как-то ориентироваться, где я выйду. А, ну вот тут я живу на этом этаже, по-моему, так. Ладно, пока что оставим как есть. Вот выход, тут будет выход вниз. Все понятно. Примерно будем ориентироваться. Окей. А вот теперь надо будет вниз идти. Какие-то звуки постоянно. Но это очень круто. Атмосферная такая игра. Можем туда пойти. Хочется прям везде побывать. О, нифига себе. Заначка. Смотри, как много туалетной бумаги. И кто это заныкал? Сейчас тут тоже сразу проломим. Ну-ка. И где мы выйдем? Надо все узнать. Твою ж мать, это ж туалет. Это женский туалет, да? Это мужской будет. Ну да, вот пик. Теперь мы можем тут лазить. Понятно. Сразу не догадаешься. И тут заначка туалетной бумаги, если что. Если сильно прям приспичь, то бумаги не будет. Так, ниже. Решетка здесь. Пойди, еще попасть не смогу. Не смогу. Нет, должен. Так, ну вот мы здесь. Так, это уровень. Так вот он гараж. Блин. Ребят, я изначально хотел сюда пойти. Почему нельзя эту дверь было просто открыть, если бы я... Я же сразу сказал, что нам сюда, в эту комнату. Сразу сказал, что нам в эту комнату. А попасть нельзя было. Могла бы ногой выбить. Боже мой. Да просто дернем уже. Помада? Серьезно? Отвертка. Все нормально. О, я себе взял, что ли, помаду? Как дела? Привет, привет. Я хочу кое-что спросить. Окей. Ага, спрашивай. Сколько уже гостиница закрыта? Около четырех лет. С... 89-го года. В смысле, неужели никто не проводил капитальную чистку подвала? Не знаю, скорее всего, это делалось в спешке. А что? Я кое-что нашла. Еще один поларой? Помада. Хм. Разве это не странно? Это помада? Ты не понимаешь, на вид она очень старая. Я помню эту марку. Девчонки в школе ей пользовались как... Странно. Что? Она не высохла, ей можно и сейчас пользоваться, она в идеальном состоянии. Боюсь, я не понимаю, о чем ты. Ирвин, эту марку уже не выпускает. Не знаю, лет 9 или 10. Странно, что кто-то будет ждать 10 лет, чтобы открыть помаду и один раз ей воспользоваться. Зачем ты говоришь мне это, Николь? Собираешься прихорашиваться? Не говори глупостей. Ты с ума сошел? Николь, это просто очередная вещь, забытая кем-то из постояльцев. Ну да, ты, наверное, прав. Да. Ты, наверное, прав. Слушай, ну это очень странно, как будто бы кто-то... Как будто бы какой-то дух... Дух девочки, может быть. Жестко, жестко, ребят, жестко. Четвертый день. Так, 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 так. Документировать улики. По вашему приказанию прибыл, сэр. Ты уже проснулся? Вроде того, что ты забыла кофе выпить. В каком веке мне не нужен? Я должен кое-что обсудить с тобой. Ну, ладно. Так, улики. Я слушаю. Ты не говорил, что был знаком с Леонардо. Мне казалось, что... Дай закончить. Я всю ночь копалась в ее вещах, и мне хотелось узнать, что ты думаешь. Насчет чего? Ты явно знаешь об этом месте больше, чем я. По крайней мере, обо всем, что тут происходило, пока меня не было. А что ты хочешь сказать? Копался в твоих вещах? Что ты ищешь? Звонил мне по телефону и говорил, что Рэй... Рэйчел жив. Потом откуда-то... Откуда не возьмись, появилась помада. Здесь что-то творится. Рэйчел мертва. Так все говорят. Но может быть, стоит повнимательнее взглянуть на всю эту историю еще раз? Тут слишком много белых пятен. Слушай, буря началась стихать. Скоро ты можешь уехать, вернуться к своей привычной жизни и забыть обо всем. Как ты собиралась делать 10 лет назад? Нечего переживать из-за этого старого дела. Оно того не стоит. Лишишься сна, лишь бы поиграть детективу. Я поклонец Шерлока Холмса, да... Откроете секрет. Я всегда восхищалась тайнами Шерлока Холмса. Хорошо, выкладываю, что у тебя на уме. А если Леонардо меня чему-то и научил, так это тому, что надо всегда прислуживаться к этому жужжанию у себя в голове. Поначалу может показаться, что это просто бессмысленный шум, но если соединить все точки, все станет ясно. Хорошо, тогда давай погоняем за твоими пчелами. Хм... История начинается. Так. Смерть Рэйчел, газетные вырезки, газетные вырезки. Смерть Рэйчел. Я нашла копию местной газеты о 29 декабря 1981 года. В тот день обнаружила ли тело... Говорят, что Рэйчел погибла за несколько дней до того, она была беременна на девятой неделе. Да. Такова была официальная версия. Мы что, можем еще узнать? Где-то на вырезке. Пару лет назад вышла статья, в ней утверждается, что некая девушка якобы видела Рэйчел в одном из коридоров. Что за девушка? Одноклассница по имени Гленда. Я вырвал страницу, кажется, журнал называется... МТ Вовмен. Николь, это же журнал сплетни. Они родную мать продадут... Да что там, всю свою родню вместе с кузенами и племянниками. Может быть, ты и прав. Я знаю, это не очень надежный источник. Рэйчел пролечила вниз почти 25 метров, она не могла выжить. А мне-то показалось, что это... Так, ну-ка, и последний, последний вопрос. Вот, слушай, графология сомневается в подлинности предсмертной записи, которую оставила девушка. Кто сказал? А журналисты проводят независимое расследование в статье, которая вышла год спустя после ее смерти. Потому что пролог? Может быть. Ладно, я тебя выслушаю. Улики на стене. Вот эта девушка пропала, да? Вредная вырезка. Это все улики, которые я нашла, да? Мне надо что-то еще найти. Так, давай посмотрим, что мне надо делать. Что-то в истории Рэйчел не вяжется. Мне нужно исследовать улики в комнате Леонарда и пролить свет на то, что произошло. Комната Леонарда. Комната Леонарда. Так, это не та комната. Полароид мне, в принципе, не нужен. А, ну вот там секретная комната, которую мы нашли. А, ну вот, вот она, тырка. Все осталось, сохранилось. Так, а где эта комната Леонарда? Тут, по крайней мере, светло, и это очень хорошо. Так, 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 так. Давайте вернемся назад. Так, 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 так. Вот комната. А, ну вот комната же Леонарда. Он тут, наверное, жил. А, вот еще две улики. Помада. Три даже улики. Помада. Помада есть. Потом фотография какая-то. Улики на столе. Документировать. Давайте документируем. А, так, так, так. Пастор Фостер. Это вот это. А, знаешь, я все никак не могу перестать думать. Преподобный Фостер, он был очень строгим человеком. Здоровый даже для пастора. А, они с Леонардом часто обсуждали природу, реальности, вселенную от Бога. Ну, противоположности часто притягиваются. С ним видишь? Так, с ним видишься не часто. Он проводит службы, бла-бла-бла. Так, он мне сказал совершенно... От священника мне всегда было не по себе. От них... Так, смерть его дочери разрушила это эго. Эго, его вчера сделал его еще более циничным и одиноким. Я помню, как он требовал... Требовал и требовал от Рэчела полного совершенства во всем. Думаешь, он мог навредить собственной дочери? Эй, нет, нет. Хотя мы не должны недооценивать роль, которую мог сыграть в этой истории преподобный Фостер. Вот к чему я веду. Хм, пожалуй. Так, Фостер мог быть виновным, да, в смерти девочки. Хотя девочка, возможно, и не умерла. Нам надо выяснить. Помада же свежая, может быть, это ее помада? Блин, это очень странно. Это очень реально странно и интересно. Помада. А помнишь помаду, что я нашла внизу? Ага, ты из нее много шума поняла. Она не пахнет. А должна? Если открытая помада прожитет какое-то время, она начнет плохо пахнуть. Чтобы была другая женщина? Смотри, я не понимаю. Ты что имеешь в виду? А, насколько я понимаю, Леонард был затворником, плюс его... Не забывай, что помада очень старая. Хм. Она могла сохраниться из-за холода? Возможно. У тебя еще есть что-то? Ну да, из-за холода, возможно, она и сохранилась. Не топили же тут постоянно еще книгам. Эй, я нашла книгу в вещах Леонардо. Это собрание стихов, но здесь его заметки. Замет твоего отца, в них что-то говорится? Даты, заметки, мысли. Послушай, сегодня я видел Рэйчел, или вот, Рэйчел грустит. А вот еще, Рэйчел говорит, что ей одиноко. Это дух какой-то. Он вёл дневник о ней? Вёл дневник о ней? Но эта книга была издана через 8 лет после смерти Рэйчел. Хочется сказать, он общался с Рэйчел после её смерти? Словно он её видел. В смысле, должно быть какое-то объяснение? Конечно, у всех есть объяснение. Нам только надо найти его. Ладно. Я подумаю над этим. На сегодня хватит. Который сейчас час? Думаешь, в этой истории... Ещё можно что-то раскопать? До тех пор, пока не узнаю. Слушай, она заинтересовалась. Может быть, а может и нет. Я буду продолжать до тех пор, пока не узнаю, что именно произошло. Может, не будешь? Молодец, вижу, начинаешь схватывать. Но иногда скелетам лучше оставаться в шкафу, если оттуда достать. Никогда не знаешь, что тебе скажут. Это риск, я уже оценила. Я справлюсь. Упёртая, как твой отец. Послушай меня. Хотя бы сейчас. Иди ложись спать. Тебе это необходимо. Агент... Сразу суперслушиваюсь. Это уже пятая будет ночь. Всё, пятая ночь. Мертва ли она? Ой, ребятки, следующий сетей будет очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень интересно. Так, чего? Это мне сон снится какой-то. Как ты, моя ненаглядная? Папочка? Папочка, это ты? Где ты? Я не вижу тебя. А в конце концов, ты вернулась. Это было неизбежно, как вращение космических тел. Мы продолжаем следовать за светом звёзд. Даже если звёзды погибли много миллионов лет назад. Мне так тебя не хватало. Папочка, мне так тебя не хватало. И свет живёт, и он долетает до нас, и выходит. Эти звёзды и живы, и мёртвы одновременно. Я не понимаю. Что ты пытаешься мне сказать? Я не понимаю. Я не вижу тебя, папочка. Милая моя, слушай меня. Слушай мой голос, это важно. Я не вижу тебя. Где ты? Где ты? Где ты? Ты знаешь, как сильно я тебя люблю. Я знаю, папа. Я всегда это знал. Я тоже тебя люблю. Прошу тебя, скажи это ещё раз. Я тебя люблю, Рэйчел. Я люблю тебя, Рэйчел. Рэйчел, 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 Рэйчел. А, в смысле? Почему шестой день? Подожди, был только что пятый день. Я что-то ошибаюсь. Я сутки, что ли, проспал? Я в ком-то бреду. Я не понял. Подожди, только что был пятый день, да? Или нет? А, жуткий сам пришелся. Так, ну что, узнаем. Доброе утро. Я не помешал. Я ела стейк с картошкой, чизкейк, молочный коктейль с клубникой и капучино с густой пенкой. Значит, традиционные мороженые бобы. Половина порции. Половина порции, вторая половина отправилась прямиком в мусорное ведро. Я кое-что нашел. В главном офисе были какие-то пленки. По правде, мне их брать не стоило. Ну, малыш Билл нашел что-то полезное? Вряд ли это полезное. Постой, куда я их сунул? Щипцы, которыми я буду вытаскивать. О, конечно, да, сейчас. Это кассета за кадрово-съемочной одной из телепрограмм. Ну, это все уж собачья душевные трюки, чтобы привлечь новых зрителей, поверь мне. Это все... Господи, ну ты и болтун. Да, ты права, прости. Это кассета с записью программы в старых отелях с привидениями. Странные и таинственные байки. Дизишки такое любят. Эти ребята называют себя охотниками за привидениями. Охотники за привидениями? Они слышали про старого духа перзона... Перду... Перду... Ну, что, не знаю. Они устроили... Турный паз... Ладно, неважно. Я хочу послушать. Хорошо. Но, продолжай, это немного... Ладно, слушай сама. Так, хорошо, свет. Норме, с наушниками. Не знаю, что жужжит. Послушай. Что такое? Метские были лучше. Мы входим в отель кошмара, царство лжи и обмана, где разыскались странные трагедии. Блин, мне не нравится. Ладно, потом перепишем. В комнате с камином довольно неплохо. Это они здесь, да? Хорошо. А только давай без кухни, я не знаю, что они можно сказать. Камин, да, кухни, нет. Стэн, где оставил все оборудование? В номере. Я прикрыл метку на дверь. Ничего не понятно. Какая комната? В наушниках что-то жужжит. Чёртовы микрофоны. Один? Один? Семь? Дэнни, что там с камерой? Какой-то блик засиловать кадр. Какие ещё... Хочешь с этим страдать, Дэнни? Я говорю тебе, я ничего не делал. Я тоже видел. Это же зеркало, да? А было похоже на отражение в зеркале. Что ты курил? Какого хрена вы вдвоём затеяли? Везут меня сюда. Хватит болта, смотри. Где? Я видел это, вон там. Такой свет как будто открывается. Богом хлюст, там что-то открывалось. Чёрт, хватит. Хватит, не трогай меня. Мне сейчас инфаркт, хватит. О чём ты вообще говоришь? Я тебя не трогаю. Что-то творится. Твою мать. Я почувствовал, как ты меня коснулся. Ты прикалываешься, что ли? Матерь, боже. И всё? Ага, плёнка повреждена из-за сырости. Фух, жёстко. А в чём в итоге закончилась история этой программы? В эфир запись так и не попала. Говорят, они просто убежали, бросили своё оборудование. Ну да, плёнки, они... Говорили о какой-то комнате, я хотел взглянуть. Кажется, 117, я думаю. 117, да. 117 на этом этаже? Что и моя комната. А ладно, ребятки, давайте на этом попрощаемся. В следующей серии мы посмотрим комнату 117 и узнаем, что же там было. Спасибо за просмотр. С вами был канал AlexPlay. Хорошего настроения и пока-пока. Да. Всё.